Татьяна Доронина – советская актриса с собственной неповторимой интонацией. Великие роли в кино и в театре, других нет. У неё было всё для счастья. Но было ли оно? И можно ли быть непритворно счастливой только в работе? Тем более, что и в театре было совсем непросто. Её постановки редко замечали, чаще ругали. А сама она… Пойду прямо в театр. Скажу им, возьмите меня. Не надо мне денег, я так буду играть. На закате жизни Татьяна Васильевна оказалась в геронтологическом центре. Рядом ни родных, ни близких, ни сцены. 12 сентября 2023 года исполнилось 90 лет бывшему худруку МХАТа, народной артистке СССР Татьяне Дорониной. В последнее время она не появляется на публике и не даёт интервью, что породило множество слухов. После того, как её уволили с поста художественного руководителя театра, она перестала общаться даже с друзьями. Почему звезда кино и любимица публики осталась в одиночестве и ведёт затворнический образ жизни, расскажем вам. В семье Татьяны Дорониной никто не имел отношения к миру искусства. Они жили бедно, ютились в коммунальной квартире, но при этом дали двум дочерям высшее образование. Ещё в школе Татьяна увлеклась театром и начала заниматься в кружке самодеятельности. Платье для спектаклей мать шила ей из марли. После окончания школы она прошла отбор во все столичные театральные вузы, но выбрала школу-студию МХАТ. Мать Татьяны искренне недоумевала по поводу того, что её дочь готова были принять во всех вузах. На втором курсе Доронина закрутила роман с выходцем из интеллигентной московской семьи Олегом Басилашвили, а к окончанию вуза влюблённые сыграли скромную свадьбу. Первая проблема возникла у супругов сразу после выпуска. Татьяну звали в труппу столичного театра, а вот Олега приглашали в Волгоград. Ради мужа актриса отказалась от перспективной возможности и поехала в провинцию, чего Басилашвили, по её мнению, не оценил. Вскоре актёра пригласили в Муром на съёмки фильма «Невеста». Когда жена приехала в гости, то обнаружила в представленной Олегу квартире ещё двух артистов – мужчину и женщину. Пробыв в компании один вечер, Доронина заключила, что у Басилашвили интрижка с коллегой. На съёмках фильма подозрения подтвердились, когда Татьяна услышала слова ассистента режиссёра о том, что та девушка играет в любовь сразу с тремя артистами. На следующее утро Татьяна собрала свои пожитки и уехала домой. В Волгограде обнаружилось, что она беременна. Но как теперь было рожать, если в сердце зрело сомнение? Да и карьеру пришлось бы надолго оставить. Актриса мгновенно приняла решение об аборте и пожалела о нём, только когда узнала, что ждала двойню. «Я совершила первый страшный грех, который не прощается», – признавалась спустя годы Доронина. Однако брак актёров эти события не разрушили. Вскоре супруга взяли в Ленком, где Доронина прославилась благодаря спектаклю «Фабричная девчонка». После премьеры артистку заметил и пригласил в Большой драматический театр Георгий Товстоногов. Молодая женщина в простеньком платье не побоялась поставить именитому режиссёру условия. В театр она перейдёт только вместе с мужем. Поражённой смелостью и дерзостью Татьяны Товстоногов согласился. В БДТ Доронина стала любимицей худрука, так что остальные актрисы завидовали и плели против неё интриги. Вероятно, под влиянием обстановки характер звезды изменился. От мягкости не осталось и следа. Это и факт, что карьера Басилашвили в то время не была столь успешной, привели супругов к разводу. По признанию Олега Валерьяновича, после расставания он словно освободился от гнёта, хотя и очень любил жену. Ну а Татьяна Васильевна позднее говорила, что так и не сумела простить мужу измену. Поначалу Дорониной доставались эпизодические роли в кино. И только после 30 лет актриса начала получать главные роли. Всесоюзная популярность пришла к ней в 34 года, когда на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на плющихе». На экранах актриса выглядела мягкой, женственной, нежной. А за кадром отличалась довольно жёстким и твёрдым характером. Во время съёмок у неё случались конфликты с режиссёром, из-за чего коллеги назвали их совместную работу «Битвы титанов». Татьяна Лиознова говорила, что Доронина во время съёмок довела её до приступа. Наверное, строптивая актриса была единственным человеком, к которому она решила пойти на уступки. В фильме должна была быть сцена приезда Нюра в Москву. Вагоны, паровозы, вокзал. Героиня Доронина должна была выйти на перрон, купить мороженое и съесть его. Но когда дошло до съёмок, Доронина неожиданно для всех отказалась сниматься. Когда Лиознова пошла выяснять, что случилось, Татьяна Васильевна с вызовом заявила. «А вы разве не знаете, что я не люблю мороженое?» На эту сцену смотрела вся группа. Это было крушением лиозновской диктатуры. Лиознова поняла, что сейчас одно из двух. Она потеряет либо Доронину, либо авторитет в съёмочной группе. И она предпочла потерять авторитет. Отказалась от съёмок этой сцены. Как бы то ни было, результат их совместной работы оказался очень успешным. После расставания с Басилашвили, актриса недолго страдала от одиночества. Её внимание привлёк театральный критик Анатолий Юфит. Расписываться в ЗАГСе влюблённые не стали. И без штампов прожили вместе три года. Разошлись артистка и профессор по необычной причине. Поговаривали, что Юфит попросту не встретил Доронину с гастролей. Вскоре на горизонте возник драматург Эдвард Радзинский, ради которого Татьяна бросила БТТ и укатила в Москву. В период брака влюблённые достигли новых высот в творчестве. Вдохновлённый музой, Радзинский писал пьесы, а Доронина блистала на сцене МХАТа и дважды получала звание актрисы года. Когда страсть угасла, супруги расстались без драм и сохранили дружбу. С 1985 года и до сих пор Татьяна Доронина остаётся одна. Детей у неё нет. Все её супруги утверждали, что её единственной страстью всегда оставался театр. А сама она по поводу своих браков говорила. Никогда не любила бабских откровений. Скажу лишь, что выходила замуж только если испытывала искреннее, сильное чувство. А когда она уходила, с мужьями расставалась. Она привыкла в жизни рассчитывать только на себя. «Никогда не сидела у мужчины на шее. И со своими мужьями всегда была на равных. У меня были замечательные, красивые, талантливые, умные, прелестные мужья. С каждым из них я честно отбывала по 7 лет. Словно это не семейная жизнь, а тюремный срок». В 1987 году Татьяна Доронина стала художественным руководителем МХАТа имени Максима Горького и театральным режиссёром. И с тех пор всю свою жизнь посвятила этому театру. После раскола театра бывший его руководитель Олег Ефремов, её знаменитый партнёр по театральной сцене, предлагал Дорониной остаться с ним. Но она приняла решение возглавить часть труппы, оказавшейся за бортом. Хотя она всегда уважала Ефремова как актёра и режиссёра, раскола МХАТа так и не смогла ему простить. На протяжении 30 лет Татьяна Васильевна оставалась бессменным руководителем МХАТа. В декабре 2018-го она написала заявление об уходе по собственному желанию, и с тех пор ходило немало слухов о том, что её вынудили уйти с этой должности. Поскольку в театре после этого она больше не появлялась, к новому художественному руководителю Эдуарду Баякову возникло множество вопросов о причинах Димарша Дорониной. Татьяна Васильевна переживала уход из театра очень тяжело, перестала общаться даже с друзьями, и с тех пор ведёт затворнический образ жизни и не появляется на публике. Она не дала ни одного комментария прессе и уже несколько лет хранит молчание по поводу своего увольнения. В связи с продолжительным молчанием Дорониной появились слухи о плохом состоянии её здоровья, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Остаётся только надеяться на то, что артистка пребывает в добром здравии и всё же найдёт себе силы вернуться в родной театр, где её ждут и коллеги, и зрители. Татьяна Васильевна живёт в геронтологическом центре Юго-Западный в окружении персонала и своих кошек. Назвать этот центр домом престарелых язык не поворачивается, условия там великолепные. Хотя любое заведение, где проживают люди старше 80-ти, всегда будет напоминать богадельню. Доронину и там продолжают баловать и считаться с её капризами. Ещё недавно в театральном буфете и готовили любимую еду и привозили в геронтологический центр. Дело в том, что её отец работал шеф-поваром в санатории и в театре сбились с ног, чтобы придумать, как приготовить те самые котлетки, которые делал для Татьяны папа.